Всем привет! Вы находитесь на канале Мысль и Слух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Это канал Магазины Семьи Васильевых и наш специальный проект В одну каску. Сегодня я без каски. Сегодня у нас вроде как и мысль и слух, и в одну каску в одном лице. Хотел поделиться такими мыслями, что изначально, когда только задумалась идея о строительстве дома, о создании проекта в одну каску. Проект в одну каску вообще получился как видеодневник. Я решил выкладывать видеодневник, потом в дальнейшем уже придумал название и все прочее в одну каску. Но изначально, когда только начал делать первые записи, даже, если честно сказать, самому не верилось, что да, я смогу осилить, выкопать эту яму. Вот я размечал сегодня, размечал колышки по ГОСТам Российской Федерации дачного строительства от забора соседского. Вот соседский забор должен быть 3 метра. Я отступил 3 метра и начал разметку. Натянул вот такую нитку. И это будет вот первый этап нашей видеосъемки. Первый этап. Здесь получается 6 метров и так 7 метров. Сейчас приступаю копать. Прокопаю. В глубину будет метр. И над уровнем полметра, над уровнем земли опалубка. Смотрите, не переключайтесь. Начинается новый сериал на канале. Мысли в слов 2.0. Сериал называется Дачный дом. Или дом на даче. Как можно сказать. Устроим, короче, своими руками. С минимальными затратами. Сделать фундамент, арматуру, опалубку. Ну и начать поднимать дом. Постепенно, постепенно, постепенно. То есть, приезжая тут на участок, занимаясь этим всем делом, все окружающие смотрели как-то, ну как-то неадекватно. Человек, типа, что он может один сделать. Ну вот, получается, это же так, что я один в одну каску для своей семьи делаю такой вот дачный дом. И изначально воспринимали меня все неадекватно. Подпихивали, подсмеивались. Типа, что ты тут можешь сделать. Да что там говорить, даже, я не знаю, ну, серьезно никто не воспринимал. Думали, что это все фигня, бред. После течения небольшого времени, получается, что, когда я выкопал яму, залил фундамент, даже еще никогда залил фундамент, когда я только выкопал яму, люди уже начали ходить, смотреть, ну, соседи там все, что, о, нифига, такую яму еще забабахут. Вот наша яма. Вот так вот она получается. Семь метров. Вот так. Восемь метров вот отсюда. Так, опять семь. Здесь вот эта перемычка. Здесь получается вход. И вот так вот. То есть, сегодня у нас шел дождик. В яму там обсыпалось маленько мусора. Кое-где даже стоит вода. Вон там вода натекла. Почва там внизу, она глинистая. То есть, комки приходилось, ну, прям вырубать кирпой вот эти камни, потому что, ну, она никак вообще не шла, эта земля. После чего, ну, я так тоже еще сомневался. Ну, вначале-то загорелся. Думаю, о, нифига, сейчас я быстро, легко дом построю, такой богатырь пришел. И вот это вот негативное отношение людей, что, да ты не сможешь, да у тебя не получится, там, хихи, хаха, хихи. Потом было в стадии, что залитка фундамента. То есть, залили фундамент, люди стали совсем по-другому смотреть. То есть, думают, о, уже что-то серьезно, уже фундамент побахал, уже что-то серьезно. У меня этот огонек такой, ну, он помаленьку начал угасать, потому что все постоянно ходят и говорят, там, ты не смеешь, ты не сможешь, это все тяжело, ты... А я, ну, непробиваемый такой оптимист, что у нас все будет хорошо, все получится, и избивать не буду на то, кто что говорит и думает. И вот получилось как, что запал огонек. То есть, все, когда ходят, с короной смотрят, то есть, ну, тебя не получится, и получается, то пламя, ну, которое вот разгорелось в груди, что вот я сделал, я смогу, оно начало такое угасать вроде как угасает, угасает, угасает. Потом я, когда, ну, уже сделал фундамент, все это, получается, доказал и себе, и окружающим, что да, действительно, я могу. Но все равно такой страх такой, как бы, остался, думаешь, а если сил хватит только вот на этот, на фундамент, или там, начать только фундамент, и больше все, ну, то есть, искра какая-то пропала, потухла, и все, и стало неинтересно, забросил фундамент, там травой зарастет, и все. Но так сложились обстоятельства, что действительно я в себя поверил, дом начал помаленьку подниматься, ряд за рядком, помаленьку поставил дверные коробки, начали заливать, помаленьку, по чуть-чуть, и начал вырисовываться, ну, поставили лесенки, начал вырисовываться дом. То есть, и уже те люди, кто когда-то ходил, мне подначивал, говорил там, хихиха-ха, хихихал, видя то, что вот на этом заросшем участке, где росли деревья, где была трава там по грудь, там пустырь такой был пятак, и ничего там, короче, не росло, начал появляться дом, часто стал облагорожен, там всякие плодовые культуры растут, там, вот и помидоры, там, перцы, арбузы, репка и прочее все. И я так начал набирать обороты, и действительно сам начал верить в свои силы, что я смогу. И с этим совсем окружающие меня люди, они тоже, как сказать, начали верить вроде как, ну что, он сможет. И даже если взять пример моих детей, они тоже как загорелись этой искрой, вот что вот этим строительством дома, и когда ты смотришь на это, как тебе начинают помогать, там, принести воду, допустим. Или вот, допустим, когда смотришь, как они опилки набирают, помогают тебе принести, то есть, ну, когда там выбился из сил совсем, тебе бах, и твои ребятишки помогают видеть, что ты все, устаешь, и несут там, допустим, опилки, там, что-то подать, что-то принести. У тебя людей, он их объединяет вместе, то есть, плакает такой, ой, 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 горе, горько, ой, горе, горько, я грязный, смотри какой, весь в цементе. Ой, давай руку, руку, давай, я тебя спасу, давай, руку, я тебя спасу, давай. Не плакай. Ты вам переодели, сейчас папа принесет, ой, Миша принесет. Ай, не плакай. Привет, помахай? Помахай, помахай. Чупа-чупсу ранил. Люди начинают тебе как-то пытаться помочь, помогают. Вера, у меня, жена моя, она не может, как сказать, спустя рукава, или как, опустив руки, смотреть, как я там мешу цемент, вот этот арболит, она тоже участвует в этом деле, она видит, насколько это тяжело, насколько это трудно, она несет на меня арболит, то есть, ну, вот этот огонек, который был маленькой-маленькой искоркой, который вот-вот потухнет и чувствует, что он начинает разгораться и все больше, больше, больше людей объединяет. Иди. Добрый день! Иди. 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 И вот такая у меня мысль сегодня для канала Мысли Слух 2.0. Меня зовут Василий Роман, это канал многодетной семьи Васильевых. Под видео ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на наш канал, будет еще много-много всего интересного. Слева под видео можно поделиться в социальных сетях Facebook, Twitter, Одноклассники и контакт. В общем, верьте в себя, все получится, как говорится, шансов нету, есть вера в успех. Мы верим, что у нас все получится. Увидимся, до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok